Ситуацию на воде нужно исправлять. Вот только как? Ответ на этот вопрос искали общественники на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом послужили многочисленные трагедии на воде. Одна из недавних на Волге в Ангельском районе, где под винтом катера погибла женщина. К какому мнению пришли в нашем следующем материале? Женщина, которая плыла с ней, она говорит, у меня ощущение, что я плыву и на меня несется катер. Чудом он ее не задел. Трагедия в семье Людмилы Тугариной случилась две недели назад. На ее бабушку в воде наехал быстроходный катер. Винтом от двигателя изуродовало тело. Трагедии можно было избежать, говорит девушка, если бы катер не шел близко к берегу. Однако где нельзя, а где можно идти на судне, в том месте понять сложно. Пляж не огорожен и не обустроен должным образом. И это, по словам общественников, проблема не одного кооператива, а всего города. Ничего не изменится, пока не будет соответствующего контроля. Например, на пляж в Затоне ежедневно приходят сотни саратовцев. Купаются, несмотря на запрещающие таблички. Причем самые смелые плаванием у берега не ограничиваются. Мы шли вдоль Затона метров сто от берега, потому что это большое судно, метров сто от берега шли. Два человека плывут абсолютно на судовом ходу. Ситуации в Затоне особенно, они ведут до трагедии. Трагедии будут не только в Затоне. Из всех существующих мест для купания на водных объектах области, лишь 14 официально предназначены для этого. Они проверены на наличие опасных предметов на дне, за этим следят водолазы ГИМС. Ежедневно приводятся в порядок и самое главное условие – огорожены, чтобы пляж был виден и купающимся, и водителям катеров. Маломерным судам в этом случае запрещено подходить к пляжу. Пляж, граница заплыва обозначена Буями. Соответственно, купающиеся люди ориентируют, сколько им можно проплыть. В случае, если какие-то несанкционированные места купания, их у нас очень много, то там нет границы заплыва, поэтому сложно людям сориентироваться. Верный способ избавиться от трагических последствий – собраться всем кооперативам, если этот пляж дачный, и самим поставить в воде ограждение. Но сделать это, не нарушив закон, практически невозможно. Вняла санкпин и посмотрела, сколько всего нужно именно для того, чтобы это был официальный пляж. То есть это и спасатели, и очистка дна, и наличие медицинского работника, и информационные щиты. Понятно, что тут и сумма тогда врастает такая, что ни одного дачного товарища просто это не хватило поднять. Установить буйки прав на эту дачу сейчас не имеют, потому что водная территория, она не в аренде. Нужно упрощать систему выдачи разрешения на использование пляжей. Кроме того, нельзя оставлять без внимания нарушения судовладельцев. Сейчас штрафы на воде по сравнению с автомобильными смешные, говорят общественники. За неисправность, например, утечку масла в реку водитель заплатит всего 100 рублей. Квота за пьянство за штурвалом тоже невелика. От полутора до двух тысяч штраф, и на один-два года тебя лишат этих прав. Фактически, если уж так говорить, проконтролировать будет очень сложно. Так как он может выйти с базы спокойно, его никто не задержит. Обсудить нужные налоги, которые платят судовладельцы. Они уходят в никуда. На реке эти деньги как раз могут стать источником финансирования для обустройства пляжей. Эллада Абжалимова, Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.